Самая тупая школьница шантажистка Вот это давай посмотрим Ааа блять это тоже типа ловит кого то да Представь ты зашел в телеги в бота знакомств А там выскакивает такой аккаунт Ты кидаешь ему свой агрегат А в итоге ты становишься должен Несколько тысяч рублей Потому что они знают всю твою родословную Вплоть до деда австралопитека А может ты не кидаешь свой агрегат А просто общаешься Но они это построят так Так что ты им его скидывал И в итоге все равно должен А суть в том что мне написал подписчик такое сообщение Ах да сообщение он удалил непонятно зачем Как видите но так как я присылаю Интересное сообщение себе в избранное То в избранном это все осталось В общем суть была в том что он зашел в бота знакомств И там девушка какая то разместила Статус что она оценит огуречек И он просто взял И ей его скинул Блять что за придурок Я хотел задать вопрос Кто вообще блять из пацанов Ну в один момент решает Бля Сфоткаю то в натуре я своего пиноккио И отправлю Реально А че нет то Я же реально Аполлонище По моему это самая тупая идея в мире Самая тупая идея в мире Заниматься вот этой херотой Ты нет 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 я блять я искренне считаю что это именно ну Это именно проблема с головой Ну то есть Сука почему овощи и фрукты сексуализируют Сука почему тебя это заботит Что это Это уже настолько интернет дошел до такого что людей оскорбляет сексуализация огурцов и помидорок Ну это буквально всю жизнь было Баклажан блять огурец это просто цензура слово хуй Я просто за словом в карман не лезу Но стараюсь Это что я Бля ребят я падаю Ой Ну а дальше ему пишет некий человек Александр Дмитриевич это кто тебе не скрыться от меня дурень Не надо пожалуйста у меня нету денег Я не буду этим больше в жизни заниматься правда Ну во первых я хочу начать с того что Наверное не стоило этот ролик снимать Типа сам виноват Зачем ты скидываешь свой огурец Каким то рандомным девушкам И ну то есть Короче мне это конечно непонятно Это странно Наверное небольшой возраст там Короче ладно не суть Суть в том что здесь у нас такой достаточно интересный шантажист И видимо он работает в этом случае Да вот в случае креветки этой С аккаунта просто девушки А потом сам пишет со своего другого аккаунта И таким образом как бы воркает и зарабатывает бабки Но чуть позже вы увидите Что оказывается не только парни этим занимаются А есть действительно девушки которые выпрашивают огуречики у парней А потом просто начинают их шантажировать Ставайте Или мы сейчас договаримся или я сношу тебе все аки И сливаю все данные твои и твоих родственников в открытый доступ Плюс слив огурчика им же Как мы договариваемся я же вправду говорю У меня нету денег тем более таких больших Правда я не буду больше этим заниматься первый и последний раз Скидывает какое-то голосовое Ну мне негде искать деньги пожалуйста пойми у нас плохая жизнь все в кредитах Еще два голосовых Простить просто сейчас скажу Ну ё-моё у меня блин сто семьдесят шесть рублей на карте Давай Ну ё-моё Как В конце сентября у меня будет два трик пожалуйста за них Очень прошу дай время Скидывает еще одно голосовое Нет пожалуйста ну давай пораньше найду Правда Сегодня даю час пятьк мое последнее предложение Стой пожалуйста давай до конца дня четыре к Ну я тут стою Прям сто процентов найдешь Я найду правда Окей Блять почему это чел с именем Богдан Ну вообще Ну нахуй я вообще не удивлен Что чел с именем Богдан Хоть скидывает свой писюн И потом Встревает на бабки Чтобы этот писюн не скинули всем с кем он знаком Спасибо большое До конца дня это примерно До двадцати ноль ноль по МСК До двадцати двух по МСК хорошо Не знаю у меня парик Ещё одно голосовое Я понимаю Скидывает ссылку на канал Вот можешь ознакомиться Ознакомился Всё тогда приступай к поиску лавэ А ты мне что ли видео какое-то скинешь как удалишь всё Ну естественно Хорошо я нашел две тысячи Остался один друг который сможет мне занять только один к Возможно три тебе скинуть пожалуйста Больше вообще никак Я все хоп звонил Ни у кого нету За три прошу тебя Ладно Фео Кмила Банк Тиньков Спасибо большое Скину через час ОК Блин он не отвечает Вот этот вот знаете Кто вот это такой номер Фео Кмила вот это все хуня Короче если челы Ээээээе Думают что их не найдут Благодаря этому Они заводят себе человека которого называют дропом Это человек который обычно никак ни movement И ему просто дают десять там пять процентов за то, что он принимает какие-то переводы. Но, блядь, достаточно просто того, чтобы, нахуй, позвонить банку, в которой переводится вот эта хуйня, спросить, извините, отправленный перевод, можно спросить у человека, блядь, это можно мне перевести обратно. Ты достаёшь номер этого человека, ты с этим человеком связываешься и говоришь, ты вообще знаешь, что ты за деньги получил? Выходишь на человека, который тебя шантажировал благодаря этому человеку, и тот человек, блядь, получает вообще статью, сука. Потому что это вообще организованная преступная деятельность, ребят, представляете? Ну, которые дропов блядь, это просто лёгких денег хотят. Теньков. Умомск? Да не умомск это, блядь, это хуйня. Спасибо большое, скину через час. Окей. Блин, он не отвечает, я не уверен, что через час скину, я пойду сейчас до него. Тоже вот нашёлся, да? Ну вот это же реально 14-летний мамин герой, который за 3000 чела скамит. И второй такой же придурок, который свой писюн везде куда нельзя влазить пытается. Вот. Если всё-таки до конца дня скину, нормально? Ещё одну голосовую. Ща. И скидывает ему 2500 рублей. Скинул, 500 рублей до конца дня скинул. Окей. Всё, сейчас скину. Надо было до 100 рублей скинуть. Ну, блин, 3000 тоже не вариант, только 2,5. Слушай, 2,5, короче, не получилось, 500 рублей комиссия, давай 2. Ну, блин, слушай, короче, я подумал, что 2 дохуя, давай, может, там 100 рублей максимум. И этот бы согласился, конечно. 500 рублей и расход, и удаление всего. И ещё 500 рублей скинул. Всё, удаляй. Скидывает одну голосовую, потом какую-то ссылку, потом ещё одну голосовую. В смысле? Всё, расход, договор дороже денег. Скидывает ещё 2 голосовых. Этот отправляет точку, и второй ещё одно голосовое. Ты согласен раз в месяц платить? До какого? До 14 декабря, каждое 14 число. Так как он сказал, что уже, типа, всё норм, там, что норм, непонятно, видимо, после того, как я записал в телегу кружок про то, что я записываю данный ролик, он, наверное, подумал, блин, что-то криш какой-то, действительно. Как-то всё это вообще тупо, и, наверное, вообще не надо про меня ролик снимать, и ничего не надо. И поэтому он удалил вот эти вот свои сообщения, да, как я вначале сказал. В принципе, это окей, потому что по этой теме мне писал достаточно много народа. И вот один из них. Увидел твой канал, давно подписан. В телеграме девушка заскамила на фотки и требовала деньги. Я ей 4500 отправил, как итог требует ещё. Сейчас скрины скину. Привет, да скрины можешь не кидать, это уже дефолтная схема. Много народа писало. Там и так всё понятно. Скинь её контакты, попробую сам написать. О, ответил. ТГ есть, вот ТГ. То есть, как я уже ему и написал, довольно-таки дефолтная схема, поэтому давайте просто напишем данной девочке и попробуем пообщаться. А что будет потом, мы с вами увидим. Похитительница писюнов. Приветик. Привет. Как дела? Ну, такси. Хм, заметьте, сразу начинают диалог с... ну, такси дела у неё идут. То есть, какая-то проблемка, которую, видимо, она хочет, чтобы я решил. Почему? С подружкой гуляла, на таксу не хватает. Шестое по счёту сообщение в нашем диалоге, и она уже говорит о том, что у неё не хватает денег. И, видимо, сейчас будет... Дай-ка угадаю, будет просеять скинуть ей деньги. Придётся пешком? Хз, видимо, да, если никто не закажет. Так, окей, интересненько. Пока что денег не просит, но уже как бы намекает, да, типа, если никто не закажет. То есть, ладно, допустим, окей. Капец, как так? Не рассчитала? О-гу, типа, да. Ну, ясненько. Где нашёл меня? Дайвинчик. А, не помню, чтоб тебя лайкало, хз. У меня фотка другая стояла. А, ясно, симпатичный. Спасибо, ты тоже. Найдёшь 500 на такси? Да, блядь, да ну нахер. Сука, кто сидит в этих дайвинчиках? Я... я... я реально в шоке, ёпта. Чё? Найдёшь 500 на такси? Это я должен у тебя спрашивать, найдёшь ли ты 500 на такси, чтобы домой уехать? Мне-то зачем искать 500 на такси? Может, она, конечно, хотела написать «Скинешь мне 500 на такси?» Конечно, это... ну, в общем-то, увидела во мне лоха. И, видимо, вот так вот, аккуратненько пробует, скинет ли на такси. Потому что возможно, и не надо будет даже шантажировать его, а просто... Ну, допустим, он скинет. Не, аванс ещё не пришёл. Помоги, пожалуйста, хотя бы 300. Блядь, прикинь, просто вот в дайвинчике сидишь, девчонку лайкнул. Да я тут в кафе, блядь, денег нет заплатить, ну... Круто, что ты мне написал. Денег скинет. Нету пока что, я бы с радостью. А где работаешь? Металлопрокат 12-го разряда. Тяжёлая работа, наверное. Да не, у меня там и Баси, и мама, а как семейное дело уже, ёпта. У меня мама медик, отец тоже, и я в меди на первом курсе, прикинь, совпадение. Да ты что, ёпта, прям в меди учишься? При таких медиках я буду просто влетать с ноги в больницу и говорить, вы что там поохуевали, ёпта? А сколько лет тебе? Мне 18. Какой мед? Который в Смоленске. Понял, умиса. Поцелуйщик? Ну, типа да. Прикольно. Замедлили Ютуб? Это уже не проблема, ведь... Ух ты, а я даже хотел начать психовать, но я почему-то понял, что это фейк. Поэтому не скучай. Окей, поем креветок пока что. Приятного аппетита. Да лечу до дома и напишу по этому... Бля, ебать, она ср... Смотрите, она буквально за 10 секунд построила кокетливое общение. И так... Спасибо. Я дома. Как доехала. Нормалды, но водила поворот пропустил, поэтому тянулась долго. Да, блин. Угу, вот так, пойду в ванную лежать. Буду лежать и с тобой общаться, не против? Ванна. Какая пи... Бля, пикми. Пикми. Не, не это, чувак. Просто та пикми. Это олицетворение слова пикми. А мной лежать. Хм, интересненько в ванную, да? Диалог начинает течь совсем в другое русло, так сказать. Ну, в целом, кстати, мне нравится этот видос, потому что формат переписок, формат скама, блядь, чем-то похоже на то, как я на кэшзло нашел. Прикольно. Мне тут на такси не хватает. Вэл, чат. Не докинешь 500? Ты... Нет. Нет. Не докинешь. А ну-ну-ну. Ты забыла смайлик в конце. Кто еще скажешь? Да нет, конечно. Против? Не, не против. Водичка горячая, даже пена не напускала, нравится? Я сейчас, блядь, говна напускаю в этот... Слушай, я сейчас буду сидеть... Ужа давить в жопы, блядь, на унитазе. Ты не против, если я буду с тобой общаться? Нравится на свое тело смотришь. Нравится на... Я сейчас... Ну, если красивая, то почему бы и не смотреть? Показать кое-что интересное. Давай. И скидывает фотку, где она в ванной, и там просто ноги. Огонь. Покажешь мне что-нибудь, а? Например? Честно, я... Блин, очень хочу твой огурец увидеть. Блядь. Я хуй знает. Ну, на это поведется реально австралопитек. Какой-нибудь агал с острова, я хуй знает. Ну, реально, человек, который цивилизацию не видел. Что это? А, вот оно. Вот к чему мы шли. Ох, блин, сейчас скину. Быстрее. Настало время расчехлять огурец. Быстрее, я сейчас обосрусь. Из грядки доставать. Скидываю тупо рандомный огурец из грядки интернета. Вот это класс. Выглядит как факел, поняли? Типа сверху самый яркий, квадратико снизу два не самых ярких. Очень нравится. Блядь, просто скинуть писюн, чтобы вот тебе реакцию на него сделали вот так вот, блядь. Хуже не придумаешь буквально. Сука, что? Просто угарно смотреть на то, как она делает комплименты, когда эти комплименты вообще не подходят. Ну, ладно, все равно я вам эту фотку не покажу. Я думаю, мало кому она нужна, но там просто сжатый какой-то непонятный тухлый огурец, в общем-то. С грядки, конечно же, YouTube, если что. Ну, пускай хоть посмотрит, покайфует, блин. Кех. Я напишу тебе сейчас... Естественно, да, Твич, там тоже огурец, это же, блядь, очевидно. Сейчас только закончу свои телешки. Хорошо. Виктор Анатольевич, верно? Как видите. Еб... Огр... Но ты же только что писала, что тебе 18. Нет? Откуда полное фио? Это не важно. Вопросы я задаю теперь. Ты скинул мне огурец. Я несовершеннолетняя. Я могу просто пойти в полицию и там написать заявление. Или скину всем твоим друзьям и родителям твой огурец. Здравствуйте. Черт. Смайлик. Спасибо. Не надо этого делать. Нет, блин, скинь всем друзьям. Ну ладно, родители что-то мне видели. В принципе, у меня с трех лет так и не вырос. Но друзьям, блядь, ты че, сука, не надо. Пожалуйста, я тебя умоляю. 4 500 отправишь, даю слово, удалю переписку и скрин твоего огурца. У меня нет столько. Даю слово, это ж вообще такая фейк хуйня. Это вообще никогда не закончится вот это вот 4 500 отправишь, даю слово, удалю переписку. Потому что с тебя будут дальше тянуть и тянуть бабки бесконечно. И бог знает, как это закончится. Скорее всего, закончится в итоге все равно сливом твоего хуя или чего бы там ни было. В итоге, короче, держите свои фотографии при себе, поняли? А лучше вообще их не держите. Сколько есть? 200. Ты смеешься? 200. Просто скину твоим родителям сейчас, у меня есть их данные, дурак что ли? Не надо. Тогда 4 500, других вариантов я тебе не давала. Хорошо, дай время поискать, ладно? Сейчас даю, и это максимум. А теперь закидываем ее ТГ в бота и выдает вот такой вот номерок. Потом закидываю уже этот номер в бота и выдаются вот такие данные. Москва и Московская область, возможно, имена Наталья Наташка Натулина Тасик с фамилией Фио Наталья Андреевна, возможно, адреса Москва. 17 лет ей и какой-то левый ВКонтакте. А теперь закидываю этот ее ВК в другого бота, который очень хорошо ищет номера по соцсетям, ну и по номеру, кстати, тоже дает инфу. И тут мы видим, что мобильный телефон уже другой немножко. Видимо, это старый телефон, который был привязан к этой страничке когда-то давно. Вбиваю этот номер в этого же бота. Кстати, ссылочка будет в закрепленном комменте, можете пользоваться. И как видите, на этом номере уже совершенно другой человек, некая Светлана Викторовна, 78-го года рождения. И есть даже ее ад. Ну я подозреваю, что это ее мама или его мама. Либо это скамит бабка просто на писюны. Нет, я пикми. Зайка, мне нужны деньги на стены кинешь, 500 рублей. Адрес город Москва. Видимо, девочка давно. Смотрите, бота. Блять, ребята, можете потом этим пользоваться сколько влезет, нахуй. Но просто имейте в виду, что один раз один из ста, блять, один из тысяч, один из десяти попадет из вас в ситуацию, из-за которой сядут ваши предки в тюрьму, нахуй. Или вы пойдете на строгач на пару годиков. И все, и кончится у вас, крутышка. Да, вы можете сколько угодно думать, что вы не попадетесь. Но не может же именно со мной произойти несчастье. Но когда ты будешь в четырех стенах детдома, блять, или в четырех стенах тюрьмы, сука, если ты старше 18 лет, ты будешь думать, блять, ну мне же говорили, ебаный в рот. Ну, ну просто вот, просто имейте в виду. Потому что эта хуйня незаконная. Давно создала свой ВК и изначально зарегала номер матери. А потом просто перевязала ВК на свой номер. Ну что ж, давайте теперь мы ей напишем. Наташка, наверное, нужно родителям твоим это все показать. Как думаешь, мама будет рада за дочь? Ха-ха-ха, клоун, меня не так зовут. Да ты что, серьезно? Я твой акурец всем твоим родственникам скину. Пусть мама распечатает, повесит на стенку и радуется. Светлане Викторовне тогда это скину. Пусть порадуется за дочь. А если это еще и на большую аудиторию показать, то тем более будет стыдно. Девочка выпрашивает органы у мальчиков и шантажирует их. Ну а потом, как вы все видите, просто ЧС. Ну что ж, давайте свяжемся... Очканула, блядь, с ее матерью. О! Кстати, ее мать довольно-таки легко было найти ВК. Там этих страниц было по пальцам пересчитать. Поэтому, внимание. Здравствуйте, вашу дочь Наталья зовут, верно? Наталья, что-то хотели? По какому поводу вы? Вы в курсе, чем она занимается? Нет, я не в курсе. Посвятите меня, если, конечно, сами знаете. Если, конечно, сами знаете и подмигивающий смайлик. Да мама такой же хуйней мается. Посвятите меня, если сами знаете. Ну, в общем. Слушайте, а вы не знаете, случайно, пенсион вы не хотите мне скинуть? Я именно сейчас возбуждена. В данный момент времени. Ну, просто. Все, это семейка, блядь, сразу Адамс. Знаете, я когда общаюсь с вот этими вот матерями, отцами и так далее, часто не понимаю, что они имеют в виду. Ну, вот здесь она написала. Если вы, конечно, сами знаете и подмигивающий смайлик. Что это значит? Она сидит в боте знакомств в телеграме, общается с мальчиками, потом просит скинуть ей половой орган. Когда они это делают, она шантажирует их тем, что скинет его родителям, друзьям и так далее. И требует деньги за откуп. Молодой человек, это смешно. Моя дочь таким не занимается, и вы ошиблись. Прошу больше мне не писать. А тем временем Наташенька меня разблокировала в телеге и пишет сама. Пожалуйста, хватит, я тебя умоляю, не пиши я ничего. Я смотрела твои ролики давно, я по ВК Руба Мищенко сразу поняла. Прошу, не пиши больше ей. Ну, тогда ты понимаешь, что деньги пострадавшему надо вернуть? Я верну, скинь куда вернуть. Сейчас я напишу ему и спрошу. Тем временем пишу пострадавшему. Она тебе 4500 вернёт сейчас. Скинь свой СБЕР или какой у тебя там банк. Ошалеть. Спасибо, генерал. Артёмчик, Артёмчик свой писюн интернету засейвил. Роман засейвил писюнчик, огурец Артёмчика от всего интернета. Бля, Роман, святой вы человек. Скидываю номер ей и пишу, что это СБЕР. Сейчас верну, Артём и... Да. Отправила, ты больше не будешь ей писать? И Артёму действительно пришли деньги. Не буду, завязывай, я тебя буду раз в неделю проверять. Удаляй это так нахер. Напишет кто-нибудь из креветок, съездим к твоей маме домой и буду всё досконально показывать и объяснять, поняла? Я поняла, простите, хорошие ролики снимаете. Желаю вам удачи в развитии. Теперь обязательно приходите на канал и смотрите прошлые ролики, которые были вообще прям топовые и... Хороший канал, я даже подпишусь. Хороший канал, даже подпишусь. Если на ютубе-то выйдет, этот... Ютуб, рекомендуйте в комментариях, что мне ещё посмотреть. Ну что вы, блядь, как неродные-то, сука, каждый раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова